Всем приветствую мистерию. Черчилль. Как воевали красноармейцы на неуязвимом английском танке. Уинстон Черчилль не очень лестно отзывался о танке, носящем его имя, говоря, что у того недостатков больше, чем у самого премьер-министра. Тем не менее, несмотря на массу инструктивных недочетов, Черчилль стал единственным тяжелым танком, который поставлялся в Советский Союз по программе Ленд-Лиза. Советские же танкисты машину оценили достаточно высоко и воевали на неумелой охотном. Черчилль стал идеально воплощением идеи специализированного пехотного танка, господствовавшей в 30-х годах прошлого века. Планировалось, что эта тяжело бронированная машина будет наступать вместе с пехотой, поддерживая ее и уничтожая пулеметы противопехотной артиллерии Двейдзоты. Именно бронирование стало одним из главных преимуществ этого английского танка. 152-мм стали делали Черчилль практически неуязвимым для немецкой техники, во всяком случае для массового появления тигров и пантер. А вот у бояной силы танк похвастаться не мог. 57-мм пушка Черчилля уже на момент начала военных действий считалась устаревшей. Она не могла вести огонь осколочно-фугасными снарядами, что существенно ограничивало боевое применение машины. В Советском Союзе был налажен выпуск осколочных и фугасных снарядов собственной разработки, которые использовались на Черчилле. А более поздние модификации танка получили наконец-то 75-мм пушку, которая имела такую возможность изначально. По данным книги Баритинского «Пехотный танк Черчилль» эта модификация без проблем поражала тигров в бокс расстояние 800-1000 метров. Что касается ходовых активистик танка, то они были неоднозначны. Низкая скорость отчасти компенсировалась хорошей маневренностью и управляемостью. Длина корпуса по замыслу создателей должна была помогать преодолевать рвы, траншеи и окопы. Но на деле проходимости танка очень мешало то, что при боковом уклоне выше 20 градусов с него слетали гусеницы. В Советском Союзе существовало несколько боевых формирований, укомплектованных британскими танками. Они массово участвовали в Курской битве и освобождении Киева, а некоторые воевали до самой победы. Так как по своим качествам и возможностям Черчилль уступал отечественному тяжелому танку КВ, то британцы обычно не жалели. Поэтому в процентном отношении потери его выше, но это говорит вовсе не об умении или нежелании наших танкистов воевать на Черчилле. Во многих боях машина проявляла себя великолепно. Так Баритинские в своей книге «Танки Ленд-Лиза» в бою рассказывают в случае марта 1943 года, когда на поле боя четыре советских Черчилля были обездвижены. Но экипажи решили не покидать машины и в течение трех дней вели бой с артиллерией пехоты противника. В ходе сражений советские бойцы уничтожили арт-батарею немцев, четыре дзота и несколько взводов пехоты. Потей среди советских танкистов не было, жизнью спасла мощная броня танков.